Всем здорова! Ну что ж, в чем я не понимаю михуё, я вам уже рассказал. Настало ваше время. В конце концов, кто как не вы мне объясните определенное поведение людей из комьюнити. Притом, уж поверьте, только новичок может подумать, что поскольку геншин анимешная игра, ее комьюнити зайчики, которые готовы помочь каждому, и тут не место токсикам и троллям. И так-то это так, но все далеко не настолько просто. А пока мы начинаем, ты не забудь подписаться на канал. Поехали! Дубины переговоров, это конечно хорошо, но все мы хотим получить желанную легендарку. И в этом прекрасно поможет геншин дроп. На геншин дроп ты всегда можешь выбить примагемы по низкой стоимости. Например, вот этот кейс стоит меньше 50 рублей, а шанс выбить 60 примагемов огромный. Кейсов на сайте очень много, но все мы любим халяву. Ты можешь крутить бесплатные кейсы и легко накопить себе на дорогой кейс кучей примагемов. А благодаря системе апгрейдов теперь это сделает еще проще. На сайте частная система вывода через официальных посредников, так что за свой аккаунт ты можешь не переживать. При выводе достаточно вести только уид из игры. Но и это еще не все. По промокоду CRY30 ты получишь 30% к пополнению. Так чего же ты ждешь? Ставь ролик на паузу и бегом на геншин дроп. Ссылочка в описании. И первый, кого я не понимаю, так это защитников. Вот знаете, я могу нести абсолютно любую чушь в роликах, но лишь одна тема всегда принесет мне кучу дизлайков и хейта в комментариях. Конечно же, это любое не позитивное высказывание о каком-либо герое. То, как у людей рвет от этого жопу, это просто ужас. И вот спрашивается, тебе ли не все равно, что сказали про твоего любимого персонажа где-то там в интернетике? Тем более, когда это делает CRY30, который считает, что если черная кошка через дорогу перебежала, то он меняет свой путь дорогу, ибо на него метеор упадет. Но нет, наши оскорбленыши оскорбляются и начинают агрессировать. Так вот, я для вас секрет открою. Вам через год, два, три будет насрать на игру. Вы из нее ливнете, а балбесом будете чувствовать себя и дальше. Вторые непонятные мне ребятки, это прямогемнутные. Вот честно, никогда не понимал этих ребят. Именно они зародили фразу, 15 прямогемов есть 15 прямогемов. Да-да-да, я еще думал, кому нужны эти веб-эвенты и прочие активности, где нужно не забыть отметиться, чтобы в конце, через месяц получить 60 гемов. Я-то коды забываю вводить после стрима, ибо это всего 300 прямогемов. И вот спрашивается, вам не лень все это делать? Типа, идите поиграйте, зачистите карту и так далее. И эти прямогемы вы соберете, ну, минут за пять. А если зачищена карта, ну, создайте себе твинг и пройдите игру заново. Ну, или книжку почитайте, все равно будет куда полезнее, чем эти 15 прямогемов. Ну, и, конечно же, третьи ребятки, которых я не понимаю, это глухие. Вот от таких ребят я, честно говоря, устал. Ты можешь приводить факты, аргументы, что угодно, но эти ребята докопаются до тебя, потому что они просто не слышат, что ты вообще говоришь. Самое крутое, когда они объединяют в себе еще и защитников. То есть ты говоришь, что Лиза плохой герой, поскольку она не может закрыть Инадзуму. А ты ее мейнил для прохождения всей игры. Соответственно, если она не может закрыть Инадзуму, этот герой для этого не подходит. И она плохая. 15 секунд назад до этого ты говорил, что Лиза это отличный и прекрасный герой, который в соло всех зачищает. По итогу в комментариях тебя пинают, что ты хейтишь Лизу, но вы совсем ненормальные, что ли. А, ладно, идем дальше. Серьезно же. Мне кому-то надо говорить, что у меня развлекательный контент. Но я так, к слову, спрашиваю. Просто с момента начала ютуб-канала мне каждый раз пишут комментарии по типу, это же рофл, надеюсь, автор рофлит и так далее. И вот я не понимаю, либо я гений трехслойных рофлов, рядом с которыми любой стендапер ничего из себя не представляет. Ну или второй вариант, люди не хотят просто расслабиться. Поймите, у вас и так много гемора в жизни. Я хочу, чтобы когда вы смотрите меня, вы просто тычили голову и, кушая свою овсянку, хихикались с очередного рофла, не более. Моя задача вас развлекать. И последнее. Ребята, которых я не понимаю. И скорее всего, никогда не пойму. Это переборщившие. Вот тут действительно непонятная мне ситуация. Геншин очень хорошая игра, но в то же время есть ребята, которые проводят в ней буквально все свободное время, просто гуляя по миру, собирая абсолютно бесполезные приколы, покупая кучу мерча и смотря абсолютно все ролики по Геншину. И весь кругозор этих людей сосредоточен вокруг Геншина. Запомните, вокруг игр жизнь не держится. А вот вокруг анекдотов напротив. Поэтому спасибо, что смотрел ролик до конца. И специально для тебя анекдот. Возмущенный Джун Ли зовет официанта и говорит. А Синьянь на заказ играет? Да, конечно. А не могла бы она поиграть в шахматы, чтобы я смог спокойно поужинать?